П. Варминстер, 106.5 FM, Радио Филадельфия. 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 Иоганн Стивод Сохову, Танаклы и Джот Кур, Дэльшот Розамен'ин, иоги Таранасы Премьер Асфута, иоганн Бошлаймин. Моя нынг фикримча, Дэльшот, Узбекистан, санатны, Узбекистан эстрадасыны, ванаши, Кошмаштатталарда, иоганн, намоэн итіп, онны, бір, элчисі сфаты да, узнекурсып келмоқты, демек, Сарбон Радиодастарда, Радио Филаделфи Толконларыда, Радио Филадельфия, Сарбан. Радио Филадельфия, Сарбан. Радио Филадельфия, Сарбан. Сегодня, во всяком случае, первую часть нашей программы мы хотели бы поговорить вообще о том, как это работает, что это такое, чтобы получить более подробную информацию, знать о чем говорить. Потому что при всем при том, как говорится, во всяком случае, я думаю, что мои ровесники чуть постарше или чуть помладше имели возможность, так сказать, принимать участие в голосовании в своих странах. Там где-то, там Россия, я не знаю, на Украине или еще как-то. Где-то, везде работает это все по-другому. Но мы сегодня живем, слава Богу, в Америке. И мы знаем, что свободные и честные выборы являются кривогольным камнем демократии. Вот выборы дают гражданам возможность участия в государственном управлении наиболее фундаментальном уровне. Они решают, кто будет ими управлять. Почему выборы так важны? Вот с учетом того, что начали мы говорить о том, что давайте согласимся с тем, что основная аудитория нашей программы все-таки люди, которые, я не знаю, недавно, да, в историческом плане приехали из другой страны, у них другой опыт. Так, даже не знаю, как сказать, так называемой демократии, да, то есть, в других странах, в тех же странах бывшего Советского Союза, они же тоже происходят выборы какие-то, да, они называются тоже демократическими, там, и так далее. Мне довелось еще знать выборы в Советском Союзе. Серьезно? Я когда была маленькой девочкой, я помню. Я помню, что вот мой дядя, у нас дома закрывали шторы и говорили, слушали голос Америки и говорили на разные политические темы. Я еще четко помню, что когда нужно было голосовать, то мой дядя всегда получал открепную, то есть, он говорил, что он будет в командировке. Надо было получить какую-то открепную, чтобы голосовать в этой командировке, где, конечно, он тоже не голосовал, но вообще не голосовать. То есть, он в протестном таком состоянии? Да, 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 у него такой протест был. Но голосовать вообще было, не голосовать вообще было невозможно. То есть, это обязательно было? Да, это было в обязательном порядке. И, естественно, за кого он голосовал, тоже было все предназначено. И поэтому он брал вот такую открепную, я помню, ребенка. И вот с этой открепной он не голосовал. Вот таким образом уклоняясь. В полиции, да, был такой лозунг, там, нерушимый блок коммунистов и беспортийных. Да, да, я помню эти вывески. Немножко, значит, об американских, собственно, выборах. Нет, давайте, почему они важны. Да, значит, ну, во-первых, мы только зашли, когда сюда и готовились к нашей передаче, то я обратил внимание, что до этого была передача с Украиной. И вот вообще последняя часть этой передачи, что мы могли захватить, как ни странно было, тоже в американских выборах. И я подумал, вау, ребята на Украине это обсуждают. И это понятно, потому что все-таки Америка, во всяком случае, пока еще сверхдержава, глобальное государство, важное. И во многом это судьбоносное для всего мира решение, которое примут американские избиратели, и которое, как здесь, аукнется, там и откликнется в мире. Знаете, поэтому весь мир за этим внимательно следит. Но я вот хотел немножко рассказать о системе американских выборах. Мы пойдем поэтапно. Я просто хочу всю информацию получить. Пожалуйста, пожалуйста. Мы сейчас, вы сказали о том, что важность выборов для всего мира из-за этих стран. Совершенно верно, совершенно верно. А для американцев в чем важность выборов всех, не тех, которые будут следующие в том. Вы верите в то, что вы своим голосом, как я зачитал... Абсолютно. Абсолютно верно. У вас есть возможность участия в управлении государством. Абсолютно. Абсолютно и точно. Я вам расскажу, почему. Значит, во-первых, мы... Это может быть немножко шокирующим фактом для наших радиослушателей. Мы не совсем в Америке являемся демократией. Мы называемся республика. Республика... Репаблик. С демократическим... Демократической формой правления. С формой правления. Вот так скажем. Правильно. Республика с демократической формой правления. Почему республика? Республика – это такая форма государственного образования, которая пытается дать возможность меньшинству, меньшинству, тоже быть услышанным, чтобы не было, так называемой, тирании большинства. Вот. Для этих целей в Америке был... И это конкретный ответ на ваш вопрос. В Америке была выбрана система так называемого electoral college. Electoral college – это система выборщиков. То есть, у нас голосование не прямое. Вы, наверное, может быть, слыхали. А если нет, то, значит, я еще раз повторюсь, что в 2016 году, когда выбор стал между Хиллари Квинтон и нынешним президентом Дональдом Трампом, Хиллари Квинтон выиграл на 2 миллиона голосов больше. То есть, чисто в математическом, арифметическом подсчете голосов у него было 2 миллиона голосов больше. Тем не менее, президентом стал Дональд Трамп. Почему? Никакой подтасовки в этом плане не было. Было, введено в действие, так называемый electoral college. То есть, тут каждый штат имеет, значит, выделено количество голосов. Выделяет ему количество голосов по количеству, там, проживающей... По численности населения. По численности населения. Техас — это наиболее такие мощные в демографическом смысле количество людей. Поэтому они имеют огромное количество голосов. И вот у нас... И так получилось вот сегодня, что Ирина одела... И сама не договариваясь никак. Она одела красную такую блузочку, если те, которые нас видят по Facebook, или мы идем в прямом вещании. А я совершенно не договариваюсь с ней, я одел блю рубашечку. Но это не потому, что он находится в оппозиционной мне паре. Это она еще не знает. Нет, она знает прекрасно. В нем случае, значит, в Америке, это может быть все по-другому, знаете. Тут в Европе там метрическая система, а у нас старая британская система измерений. Так вот, как ни странно, в Америке, значит, начнем с определений, Красный свет ассоциируется с республиканцами. Казалось бы, в мире Красный свет – это коммунистическое движение. А вот здесь, в Америке, Красный свет считается республиканский, а вот Голубой или Синий считаются демократы. Поэтому, когда вы будете смотреть карту выборов, она такая интерактивная карта будет на всех каналах, так там те, которые будут голосовать в пользу республиканцев, штаты, они будут окрашены на этой карте в Красный свет. А те, которые будут голосовать в пользу демократов, будут окрашены в так называемый синий цвет. И вот эта карта будет так вот двигаться, иногда будет пурпурная, фиолетовая. Значит, штаты обычно делятся как бы на категорию стабильно демократических, это, например, Калифорния, и стабильно республиканских. Это так называемый, например, как Техас, например. Но есть штаты, которые в Америке называются swing states. И вот эти swing states – это просто, как говорится, колеблющие штаты. Вот эти колебающиеся. Вот эти колебающиеся, они как качели туда-сюда. То есть, они могут в некоторых циклах голосовать в этих штатах за демократов, иногда за республиканцев. И вот эти штаты как раз и решат выборы. Потому что Калифорния, мы знаем, как будет голосовать Калифорния. И, скорее всего, Техас тоже будет республиканским. А вот как будет голосовать, скажем, Пенсильвания, это остается вопросом. И они говорят, что в этот раз как раз Пенсильвания, скорее всего, и решит... Исход. Исход всех выборов США. Дело в том, что для того, чтобы стать президентом, кандидат, претендент должен набрать 270 голосов. Выборщиков. 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 270 голосов. И, значит, набрав 270 голосов, если это четко, мы можем идти спать. То есть, уже мы четко знаем, что у нас есть президент. Что может произойти реально, это уже особый отдельный случай. Мы поговорим, может быть, позже, если будет возможность. Но ответ на вопрос, да. Потому что, в отличие, допустим, играйте в Пайл Белл, в батарею, вы выиграете миллиард долларов. И очень часто этот джекпот растет, 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 а выборы... Потому что там реально купишь-то один билет или купишь-то 100 билетов, роли не играют. А вот в выборах ваш удельный вес огромен. Вы знаете, в 2000 году, когда был президент Буш, сын, президент Буш, сын, младший... Да, я помню. Я просто хотел, чтобы мы поэтапно пошли, все эти истории рассказывали. Смотрите. Да. Вот такая система. То есть, мы... То есть, как правильно сказать? Забыл уже. А люди, которые выбирают, да? Да. Которые участвуют в выборах. Да. Мы с вами. Да. Избиратель. Граждан, избиратель. О, я уже слова стал забывать. Ну, это потому, что вы американизируетесь. Избиратель. Каждый голос, как мы сейчас выяснили, каждый голос важен, потому что от его голоса зависит... Да. То, как будет голосовать выборщик, да? Например, от той же Пенсильвани. От той же Пенсильвани. Хорошо. Мы знаем, что вот эта система, система голосования... На самом деле, я... Человек упорно пытается дозвониться. Вот эта система, она кардинально измен... Другая, да? Да. Она другая, чем в других странах, скажем, западных. Конечно, да. Да? И не менялась, наверное, уже почти 200 лет. Совершенно верно. Почему ее не менялась? И почему не реформирует эту систему? А, вы знаете, я огромный сторонник этой системы. Потому что, если бы ее не было бы, то какие-то там фермеры в Айви, или какие-то люди в Мэйни, или в Нью-Хэмпшире, голоса не были бы услышаны. Решало бы все Нью-Йорк, Техас, Калифорния. И поэтому для того, чтобы были услышаны голоса меньшинства... Вы помните, я сказал о такой фразе «тирания большинства». То есть, и у нас есть тирания меньшинства, как вот диктатор сидит. А у нас есть тирания большинства. И вот, когда это большинство, оно как-то автоматически идет, то подавляются, подавляются голоса других. И это очень плохо. Поэтому этот электро-колледж, эта система института выборщиков дает возможность волеизлияния тех людей, которых меньшинство, которые должны быть услышаны. И это делает систему стабильным. Вы знаете... Хорошо. Вот мы, конечно, можем об этом долго спорить. Да, 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 конечно. То есть, менять не стоит. Я стараюсь... Более того, я могу дать пример. Я только что готовился к сегодняшней передаче. Я понимаю, вот вы начали говорить про... Ну, я помню, насколько я понимаю, да, начали говорить про историю, которую случилось в 2000 году. Да. Гор и буш. Совершенно верно. Да, только во Флориде, так сказать. Только во Флориде. 500 всего голосов. 500 голосов. Огромнейший штат с точки зрения населения. Он огромный. 500 голосов решили... Исход национально... Исход национально... А значит, как сказать, по сути, как наши говорили сегодня украинские друзья в передаче для нас, то, по сути, глобальный исход. Потому что поменялся ход в истории, вы помните, что началось. Да. 2004 год, потом Афган, потом Ирак, потом Афган. Я вот посмотрел, это как бы официальная статистика. Это такое произошло и в 2016. Да. Да, то есть, Хиллари Клинтон набрала больше... 2 миллиона голосов. Да. И всего таких историй, оказывается, в истории Америки такого случалось в 4 раза. Вот. А из них вот 2 раза демократы, так сказать, попали на это. Да. Хотя в 2012 году наш нынешний президент Дональд Трамп тоже ратал НАТО за то, чтобы эту систему нужно менять. Ну, я вам скажу... Ведь он тогда не был планов. Но я вам скажу следующее. Вот что получилось. Когда, значит, произошло вот это вот дело, что Клинтон набрала 2 миллиона больше голосов и тем не менее проиграла, то возмущение очень многих ее сторонников было колоссальным. Они были возмущены. И, значит, ряд людей начали пытаться реформировать проекты реформы. Я просто понял, что на первой дороге с плакатами стояли. Так вот, что интересно. Значит, группа людей в Нью-Мексико, по-моему, подала заявление в суд, чтобы, дескать, выборщики действовали в соответствии с общим количеством голосов. То есть, чтобы они направили свои голоса в пользу это самое, у Папеля Вод. То есть, большинство голосов. То есть, по сути, они хотели, по сути, распотрошить систему Электро-Калыш. То есть, по сути, сделать его просто как автоматическим... Еще раз, пожалуйста. Ну, вот смотрите, скажем... Сейчас мы голосуем, и, исходя из того, сколько людей проголосовало за то или иного кандидата, выборщики голосуют согласно этому. Хорошо, а в Трехасе что хотели? Они хотели, чтобы, дескать, ну, если это набрало вообще количество голосов, там, это самое... В смысле, по стране? По стране. То они, скажем, партия сказала Е, это самое, и народ сказал есть. То есть, понимаете, как... То есть, они дозволили в соответствии с общим количеством голосов. Хорошо, а что вы скажете насчет Небраски и Бен, где они, голоса выборщиков этих штатов делятся... Я расскажу, почему это. По тому, что... Я расскажу, я расскажу. Это почти так, но не совсем так. Знаете, когда есть такая поговорка, она мне сказали, the devil is in the details. Маленькие детали. Значит, вот что получается. Дело в том, что в 48 штатах существует система так называемого winner-take-all. То есть, победитель забирает все, весь джекпот. То есть, если у нас, скажем, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, 20 голосов. Ну, скажем, 20 голосов в Пенсильвале. То есть, будет, да. Да, 20 голосов. Предположим, у нас там перевес в пользу одного или другого кандидата будет небольшим, скажем, в 1%. 51, например. Да, 51. Так вот, победитель не возьмет 51% 20 голосов. А победитель возьмет все 20. Это называется winner-take-all. Так вот, в штате Мен и в штате Небраска там оно пропорционируется, понимаете, как в тех штатах. Это, кстати, очень интересно то, что вы задали. Сейчас есть другой огромный аспект дела с системой так называемого федерализма. Как, кто принимает какие решения в пользу голосования? Вроде бы, вроде бы, это национальные выборы, а тем не менее, какие-то местные советы принимают какие-то решения. Почему это так? Вроде бы, выборы национальные. Но, опять же, именно потому, что это республика, и потому, что мы хотим, чтобы слушались голоса местного населения в тех городах, районах и штатах, где они живут. И чтобы они, чтобы выборы проходили согласно нормам и нормативам, принятыми вот этим народом. Мы, народ Соединенных Штатов. Хорошо. Вот избирательная система работает на основании каких законов? Местных или федеральных? Вот это что я пытался сказать. Смотрите. Собственно, именно акт о голосовании, это он национален. Мы избираем раз в 4 года, президент имеет, там, нет ситуации, президент на жизнь, есть у нас только два срока. Но кое-какие детали, именно процесс, избирательный процесс, штат решает по-своему. И это, тут огромную роль играет именно губернатор, а также штатная легислатура, то есть штатный конгресс. Парламент. Парламент штатный. Вот они принимают свои законы и прочее, прочее, прочее. У них есть даже такая система, называется gerrymandering. Они пытаются там, каждый раз партия власти пытается изменить избирательные округа. Границы избирательных округов. Границы избирательных округов. Да, избирательные округа в пользу своих одеялотеров до себя. И такое происходит. Ну, да. И что? И, значит, они время в время не перетягивают это дело на себя. Вот у нас в Филадельфии был один избирательный округ, который был норфейст Филадельфия. А потом, спустя годы, он какой-то стал гибридный. Там часть норфейст Филадельфия, часть Монтгамори и часть даже, по-моему, Бакс захватили. То есть, границы избирательных округов не совпадают с административными границами. Совершенно верно. Не совпадают с административными. И это было сделано, такая манипуляция была проведена тем или иным губернатором, тем или иным штатным парламентом и так далее. Это было сделано. Кто-то когда-то хотел подыграть в своей команде. Выбрать себе большинство. Выбрать себе большинство. Ну, понятно. То есть, имеется в виду, на федеральном уровне это сделать нельзя, на местном уровне... Да, они меняют федеральный округ. Понимаете, что они делают? Они меняют федеральный округ, местные органы власти. То есть, не как в бывшем Советском Союзе, то есть, административные... В вертикали власти к счастью. Не-не-не, я имею в виду, административное деление, обычно, административное деление, это автоматом избирательный округ. И он не меняется. Если, условно говоря, например, скажем, в городе Самарканде, том же, раньше было три района. Вот было три округа. Потом появился четвертый. Вот он будет четыре округа. А вся Самаркандская область будет, например, один округ. Например. Да, область. Да. То есть, никогда такого не бывало, чтобы, например, часть города Самарканда присоединить, я не знаю, там, к какому пригородному району и создать еще какой-то. Ну, я вам скажу, на самом деле, в этом есть своя внутренняя логика. Дело в том, что вот за годы жизни в районе Большой Филадельфии мы видим, как она меняется, иногда к лучшему, иногда, увы, в последнее время к худшему. Есть миграции, огромные миграционные процессы. Там, где мы вселились в бакс-каунде с женой, вокруг нас были поля. И была даже дорога, кукурузные поля. И была дорога, совершенно немощенная дорога, грунтовая дорога. Я такого в Америке никогда не видел. А сейчас это один из ведущих маленьких городков в Америке, вокруг нас. Вокруг нас огромное количество новых девелопментов. Это место, где люди хотят быть, где люди хотят жить и так далее. Поэтому, естественно, если там сейчас много людей, так нужно изменить кое-какие избирательные границы, участков, чтобы, как говорится, рефлект, то есть показать, отразить, вот правильный перевод, отразить реальное существование, демографическое существование в жизни. Ясно. Прежде чем продолжить, я предлагаю сделать маленькую музыкальную паузу, потому что разговор очень интересен. Но мы уже как бы от выборов, ну, у меня такое чувство, что мы немножко от выборов выходим в сторону политики. Нет, нет, нет. Нет, я хочу, пожалуйста, пожалуйста, мне хочется задать. То есть я знаю, что вы, как наш главный редактор, в этом плане очень так видите жесткую резакционную политику и не разрешаете разговорчики здесь. Нет, нет. Так что я обычно пытаюсь быть, как говорится, хорошим солдатом и пытаюсь не нарушать устав. Ну что ж, дорогие друзья, у нас в эфире молодая узбекская певица Аида. Слушаем. Радио Филадельфия. Сар-Ваунш. Тема эта, да, тема станет так, как, само собой разрешится. Но я про это могу рассказать, про эти вещи тоже. Но сначала я хочу рассказать про этих сенаторов. Итак, сенаторы вообще избиваются сроком на 6 лет. Да. Но вот что они делают. Для того, чтобы не было постоянной, как говорится, ревеллинг-дор, чтобы дверь постоянно не шла, как карусель, не крутилась, они делают, что называется, staggered elections, то есть чередующие выборы. То есть не оба сенатора меняются в тот же раз. То есть выборы на одно место идут в один цикл, четный цикл, а выборы другого сенатора будет в другой четный цикл. То есть для того, чтобы не избежать, не создать полную смену сената. Обычно могут поменяться при обычных режимах выборов одна треть сената. Потому что они хотят создать некую стабильность и преемственность власти. Да, конечно. Это, я думаю, разумное решение. Но вот с этими конгрессменами, я с вами абсолютно согласен, мне очень не нравится, что вот они только два года. То есть если бы, да, да, я хотел просто, мы начали говорить до этого, что получается. И вот он попадает туда, в этот молодой конгрессмен или молодая конгрессмон, попадает в этот конгресс, через год они должны бегать с протянутой рукой, искать спонсоров. А в этот момент в конгрессе у них и они работают путем так называемых комитетов. Там комитет по внешней политике, комитет по сельскому хозяйству. Верхний парламент. Да, парламент. И там есть такие, как говорится, жизненные хорошие комитеты, есть комитеты, которые менее престижные. Но в любом случае, для того, чтобы попасть в комитет, нужно иметь некий срок службы в конгрессе. Выслугу лет. Выслугу лет, по-русски говоря, выслугу лет. И второе, чтобы стать там начальником комитета, нужно иметь особую выслугу лет. Так вот, обычный рядовой конгрессмен или рядовой конгрессмен очень редко может подать собственный законопроект. Даже совершенно гениальный законопроект, который кто-то даже будет слушать и кто-то будет это продвигать. Поэтому это обычно идет от руководства, партийного руководства в самом Конгрессе. Поэтому, если ты не выставил там много лет, то там твоя деятельность ты ничем особо себя не проявил, на мой взгляд. Вот когда говорят про Конгресс, я всегда вспоминаю, вот есть рассказ о Генри, там цикл рассказов от друг друга, я уже забыл там. Ну, вы знаете, да, о чем я говорю, кому-то они там решили помочь, стать кем-то, я уже не помню, шерифом какого-то городка. Занесли документы, как говорится, на конвейер, а получилось, что на выходе вышло там решение Конгресса о назначении его там патчмейстером в другом городке. Ну, суть не важна. Давайте все-таки о городках поговорим. Насколько я понимаю, вот самая маленькая административная единица у нас в Америке, это Тауншим. Да, да. Это вот стартовая, да, вот? Да. Как там? Значит, как я понимаю. Нет, вы не говорите, как вы понимаете, вы мне скажите, как бы закон. Ну, допустим, у нас Таун, допустим, Бен Сейлом, вот у нас был мэр этого, легендарный мэр города Бен Сейлома, приходя к нам на передачу, это он избирается. А в некоторых местах есть так называемый бод до супервайзера. Что они сделали? Был ряд маленьких городков, и они не хотели дублировать муниципальные услуги, то есть водоснабжение, там, газ и другое прочее. Поэтому они коллективно их сложили в общую административную единицу, называется Тауншип. И у них там есть, значит, супервайзер, или там главный супервайзер, он даже называется мэром у них часто. Вы сейчас говорили о Пенсильвании? В Пенсильвании. Вот, допустим, мы живем, вот наш Джеймисон является частью, в котором мы живем, является частью Войвик Тауншип. И вот в Войвик Тауншип есть какой-то, видимо, Войвик Тауншип супервайзер. Я даже понятия не имею, честно говоря, кто он или кто она. И вот этот человек, то есть он отличается от Бен Сейлома, потому что он, видимо, маленькая административная единица. И там, как я понимаю, они выбирают каким-то образом этот борт, там и супервайзеры, видимо, они назначенца какого-то берут, который более какой-то как хозяйственник, что ли, который там исполняет. Хотя в Бен Сейломе тоже есть борт. Я знаю двоих из людей, которые там сидят, и они адвайз. Они являются как советпопектики. Советниками мэра. Подождите, просто я хочу для себя уточнить. Мэр избирается. Вот давайте Борган Саламбер. Да, однозначно. Конкретно мэр избирается. 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 Я думаю, что сейчас... А борт вот этот? А борт, по-моему, назначается, да? А как он, кто его может назначить? Нет, я думаю, нужно тоже избираться. Я думаю, что борт избирается. Борт избирается. А это избиратели, которые избирают этого мэра на более микроуровне этого тауншипа. Ну, это не Бен Салема касается, да? Это Бен Салема тоже касается. Я же говорю, что... Ну, хорошо. Бен Салема, мэра нашего друга, кто избирает? Народ? Он народ. Все. Борт здесь к нему не применит. Я имею в виду... Ну, у него есть борт. Не, ну, может быть. Мы не можем ограничить. Это можно ограничить функцию, да. Да, совет какой-то. Да, совет у него ограниченный. То, что вы бы сказали про ворвик тауншип, да? А там, кто их избирает, тот... Там, по-моему, люди баллотируются на бортах супервайзеров. И, по-моему, из него Чермина был... Да, кто-то из них выбирает какой-то... Кворум делают какой-то, делают такое... И они выбирают главного. Я понял. Они просто такие от избирателей к этим людям, и эти люди уже как бы составляют совет. Понятно. В Филадельфии мэр избирается. Да, конечно. И... Кстати, у меня тоже... Советы тоже избирает. Тоже что избирает по кругам. Кстати говоря, у мэра Филадельфии есть тоже... Он тоже ограничен. В Нью-Йорке нет. А вот в Филадельфии мэр ограничен двумя сороками, как президент. Ну, у каждого города, я так думаю, есть свой устав. Да, конечно. Про местные выборы мы тоже поговорим, потому что это тоже достаточно интересно. Хорошо. Ну, а как в этом каунте? Каунте тоже? Это следующий уровень? Да, это следующий уровень. Там тоже каунте Борда Супервайзерс, как я понимаю. Правильно я говорю? Да. Вот. И, значит, они тоже принимают свое коллегиальное какое-то там решение. Вот. У нас здесь, по-моему, как я понимаю, очень сильно тоже много административных там каких-то там органов, которые как бы назначаются свыше и так далее. Очень много административных органов назначается губернатором и штатным парламентом вот этими фигурами. Ну, а как тогда вот житель Бакс-каунте влияет на политику каунте? Ну, он голосует за этих супервайзеров. За вот этот совет. Да, вот этот совет. И голосуется. Вот, смотри, я сегодня вот ехал и просматривал какие-то материалы. И увидел интересное имя. Нина Ахмат. Оказывается... Я тоже за мной. Да, я вам скажу. А мы это тоже будем говорить. Да. Давайте во втором часе. Хорошо. Потому что у нас это... Хорошо. Ну, я имею в виду... Давайте дальше пойдем. Если мы говорим о каунте, да, там есть же там прокурор, судья. А вот это избираемые личности. Вот эти вот... Помните, когда приходила в гости... Помню, я тоже. Помню, она стала судьей. Да. У нас в каунте. Значит, ее избирал народ. Отчасти наши радиослушатели. Да. Начальник полиции. Есть в каунте начальник полиции? По-моему, нету, да, в Бакс-каунте такого? У нас, по-моему, такого нет. А они по тауншипам, по-моему. Они по тауншипам. Вот я был на днях по делам... Ирина должен вам попросить у меня сбросить документы в суде в Дуэлл Сауне. И я увидел и удивился. Там машина ехала полицейская. И называлась она межрегиональная полиция. То есть, что они сделали? То есть, как я понимаю, тауншипы имеют свою полицию. Может быть, некоторые другие маленькие городки имеют там парочку полицейских. И в свете последних известных нам событий, они, видимо, решили каким-то образом сплотиться, чтобы отвечать на вызовы истории, так сказать. И проблема, если, не дай бог, произойдут у нас в Каунте, они сплотились в более уплотненные группы. И назвали это региональной полицией. Это принципиально новое явление. То есть, есть штатная полиция. Это Каунти. А это Каунти-Вайт полиция. Бакс Каунти. Общая полиция. Общая полиция. О, баксы. Базал 5-листы. Такая полиция. Полиция в первый уровень. О, бакс каунтике. Это парамерин, который я говорю. О, бакси. Бакс, это парамерина. О, да? Уважаемые друзья, вы все, наверное, знаете, что ресторан Самаркан один из немногих, который продолжает работать в прежнем режиме, вот экстремально для всех время. Все знают, что в этом ресторане три больших зала, несколько помещений для небольших компаний, имеется летняя площадка. Также к вашим услугам бесплатная служба доставки заказов. Вся палитра Самаркандской кухни здесь в ожидании вашего выбора. Телефон ресторана Самаркан 267-288-5077. А у нас на волне время новостей. Мы продолжим буквально через несколько минут. Букторам Дуслер, хоза толку нам из-за хабарляр. Мы в ничем, мы в том, что он даумит, а мы в вашем канал. Это Кит Майлер. This is WHIILP, Warminster 106.5 FM, Radio Philadelphia.